Вес получился минимальный, количество деталей минимально, и все вроде бы хорошо. Вот сразу обращаю внимание, это называется ГШ-18-спорт. Что плохо? Есть нормальный ГШ, у которого предохранитель на спусковом так же, как у ГЛОКа. Здесь, я не знаю, кто это придумал. Они просто наварили пластину. Огражданили? Наварили пластину. Нет, это не огражданили скорее, они хотели сделать лучше, получилось как всегда. То есть, большая поверхность спускового, на самом деле, она еще хорошего не делала. Тем более, что вот эти вот ребра, первое, что мы сделали, мы стали затачивать с помощью накиды. Потому что невозможно нажать было. Очень быстрее. Края были. То есть, система достаточно оригинальная. Здесь видите, курка тоже как такового нет. При нажатии баек выходит. То есть, в принципе, ГЛОК может не видеть за собой, как он нажимается. Но, конструктивно, вот эта мелочь, вот эта маленькая пластинка, она испортила уже старец. То есть, тот вариант, который у нас, он, к сожалению, не самый лучший. Лучший, простой, обыкновенный, с предохранителем на спусковом. Я стоял из того, из этого и ощущение, то есть, от выстрела, от работы, на ту пистолету лучше. Здесь, видите, сразу, когда нет затворной задержки, она ломается практически быстро. А, то есть, рассловно? Неудобно заряжаться? Мелочи какие-то, ну вот, очень важные, на самом деле, мелочи. И в какой-то момент ты чувствуешь, что у тебя патрон может даже как-то встать переклинить. И ты понимаешь, что ты дальше уже ничего не заберешь. И начинаешь разбирать. То есть, если магазин через этой ГЛОКа мы набиваем, не глядя, в любом случае. То есть, он, например, с ГЛОКом и чисто механически набивает, не глядя на него, столет. Зачем смотреть так? Здесь удержаваемые вещи хорошо получаются. Минусы еще такие. То есть, у пицелия нормальные. По ощущению отдачи, ну да, он легче. Немножко больше, но это то же самое, как у ГЛОКа. Но это чисто такие субъективные вещи, на которые нормальных плохо, в общем-то, не обращают внимание. Здесь вот, как бы, вот, чего-то не хватает удержания. То есть, он, несмотря на то, что это вот самая удобная форма, сейчас практически все постараются делать задний катакон. Даже на УЧЗ это практически анонсировались. Тоже, кстати. Это удобство, или для защиты стрелка? Нет, это вот, это работа, когда ты вот достаешь, ты достаешь, ты имеешь пальцем. Раз, все. Раз. Достаточно неудобно все. Ну, вот здесь палец, что ли, даже вот на каждом. Видишь, тут все. Вот, все. Все. И ничего. Это мое личное субъективное мнение. Потому что кому-то, наоборот, гришь, а наоборот, лучше руку. На самом деле, ты берешь, когда взводишь, я тебе уже на карте покажу. Вот, вот идет звенье. Сбираешь палец. То есть, ускал снял. Обладаешь газ. И все. Ты ловишь на пальцы. Ты ловишь на пальцы взвод. Вот он тебе. Пошел. Если ты ставишь пальцы сюда, куда-то, где-то в другое место, то у тебя просто не получается быстрее на стороне. Здесь немного макарой начали делать, да, палец? Это и там было. Здесь просто другая немножко, с кабачием, на классическом. Вот. Вопрос именно в быстроте применения. То есть, вот это вот. Здесь, как бы, на макарой очень хорошие. То же самое. На блоке то же самое. С викингом слишком много вот поверхностей. На поверхностей всяких этих действий. Это мешает. То есть, просто макар, по-моему, ты даже его не ощущаешь. Просто, как, понимаешь, и все. Он у тебя в сам руки летит. Ну, мы с него и начинали вот такого ощущения вот этого вот. Угышание. Макарова, к сожалению, который вот сейчас вот этот вариант приходит на смену. Вот эта кнопка, она вылетает сразу. Кнопка выброса, которая не букватически обращена, она вылетает сразу. Вот это бутылочный, этот самый вход на двухрядный магазин. Тоже очень быстро летит и начинает барахлить. Ну, макарова... Здесь, видите, как бы вот... Он плохо пользуется. Здесь, когда появляется трещина, уже нормальная выставка. То есть, идешь и вдруг задержка такая, то еще что-то. Это вот даже вот маленькая трещинка. Здесь она уже влияет на то. Но это у классического макара тоже. Магазин, они имели большой значение. Если магазин треснул, то ли бы нормально, фактически не получается. В какой-то момент она начинает... То есть, она расходится и, в результате, нормально не выталкивается. Вообще, когда... Вот макаров чем правил? Ты знаешь его настолько, что ты знаешь, где что-то ломается. То есть, когда ты берешь пистолет, заводишь, нажимаешь на спуск, ставишь на предохранитель, все, у тебя ничего не должно двигаться. Если у тебя затвор двигается, значит у тебя что? У тебя сломана вот эта направляющая. Всегда одна и та же. За много лет я видел только одну сломанную направляющую с другой стороны. Ломается... Вот здесь трещина появляется. И опять вот предохранитель не фиксируется нормально, и теперь начинает выпадать. Ломаются вот эти вот... Экстракция не очень хорошая получилась. И трещина здесь. То есть, ты все, что ломается, не так потально. Потому что здесь постоянно ломается. И это самое. Задержка... Задержка вообще удобно, то, что они так и делали? Удобно и удобно. Вопрос в другом. То есть, отношения к Макару уже на таком состоянии можно, что ты начинаешь боевую пружину отжимать уже по привычке, уже забывать на эту кнопку. А вот здесь такой вот, да? И снизу? Нет, она не достает. И вот эта двухпервая фигура пружина милая, Макарушка. Это вообще самое слабое место Макару. Я так именно это не делаю, да? Нет, вопрос не в этом. Там основа вся на Макару, на пружинках. Ну, говорят, что он там украл у Вальтера. Но пружинка оригинальная макарушка. То есть, там одно перо идёт на самолёт, другое на заведённый. И обычно обламывается это самое перо. Стандартная его поломка, которая постоянно. Но достаточно вот этот метод сменить. То есть, ответить. Ставить другую пружину, всё нормально, как бы. А это вот такие вот. Вот это вот. Управляющий отлетает практически. По обработке очень берёт. Смотри, что. Старый берёшь, и новый. Пальцы себе переберёшь. А там всё глазолизно, подработано, всё доделано. Мелочи, но это... В оружии это чувствуется всегда. Но по работе автоматики влияет? А, это как раз, да. Любой заусенец какой-то не там. Не так заполированная поверхность. Это уже всё сказалось. Старый красивый. Красивый. Потому что вот эта задняя часть, она сейчас считается... И пистолет Лебедёк, если вы посмотрите, на него похож. И новые вот эти... Чезеты, которые как бы анонсируются, но ещё как бы не поступили. Тоже бескурковые. Как блоки. Это всё вот практически, да. Очень сложная система здесь вот. Запирание. Да. С открывовым, запиранием. То есть, у меня-то они сделали одно, потом они сделали под другой калибр. В результате получилось подгонять. А всегда нужно сделать под определённый патрон. Ведь не секрет, что оружие двигается не в патрон под пистолет, а в пистолет под патрон. То есть, у каждого патрона имеется своя поделённость. Высоединяются и свои задачи. А вот классический пистолет под другой патрон начинает переделывать лучше. Гоша красивый пистолет, но он немножко как бы ожиданий не оправдал. И здесь иногда, мне кажется, даже дело не в самих конструктах от заводов. Потому что, к сожалению, сейчас я не устаю это повторять, качество оружия, которое пускается нашими заводами, хуже. Я не буду, там, говорить в какой степени, ещё что-то. Просто ты его открываешь и смотришь, и видишь, что это сделано хуже, чем, вот скажем, классический калашник, который сейчас поступает в продажу, укладок. Ты открываешь, ну, третий как Бьюит 53-го года. Это всё совершенно вообще, всё мелочи, всё долизано. Несмотря на то, что там пластика нет, там деревяшка. Великолепное оружие. Ты садишься за станок, у меня 30 клиентов скупили, пришли. Даже эти климовские растворы. И они с первого устрова попадают в десятки. Собственно, всё равно. То есть, специфика Макарова, да, ещё в том, что вот, как бы, здесь, ну, всё пишется, старое оружие, да. И здесь есть место, вот, если человек высоко поднимает палец, сгибая, да, это место Макаров может поранить, ну, здесь разрезать и сделать порез. Это не страшно, как бы, ну, многие забывают об этом, высоко поднимают и получают по пальцу. Вот. Здесь немножко ещё есть такая своя вещь дополнительная. Вот предохранитель, когда он снимается, вот его положение. И когда у меня руки здесь, пальцы, у меня ничего, всё нормально, всё, я ничего не касаюсь. Здесь тоже всё нормально. Но один раз на соревнованиях, как бы, я быстро взвёл и палец оставил вот так. В результате, когда у меня заторная задержка пошла назад, пошла назад, я её вот пальцем оказываю. Ну, и здорово не получится. Вот она идёт. И пальцем я её выверну. Я выверну пальцами за корню задержку. Чуть-чуть задел за это самое, но пистолет был такой спортивный, он был такой на грани. Его подпиливают, чтобы быстрота была. В результате, у меня он полностью отсоединился, вылетел предохранитель, вылетел в боёк, потом дальше, всё. И я стою вот так вот на соревнованиях. На что мне судья, который на соревнованиях был, а это был один из моих тренеров, он говорит, что стоишь, всё смотришь, собирай. Я нашёл в траве боёк, предохранитель всё сделал, собрал его. Можно? Можно. Отстрелялся. Упражнение было на 9 патронов. Заметьте, я на последний день не сказал. На 9 патронов скоростное упражнение. То есть, всякие вещи бывают. Но хуже всего всё-таки, что я говорю, по работе с викингом. И почему это хорошо для начинающих стрелков, чтобы они больше попадали в такие дурацкие ситуации, когда ты понимаешь, что это оружие то, 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 то не нужно делать. Здесь вот нужно правильно взять, здесь нужно правильно извести. На викинге нельзя сильно забивать магазины. Потому что сильно забиваешь магазины, у тебя затворство скрасывается. Это не всегда хорошо. Вроде бы быстрее, но он в кримах стал патрон. Или вообще потом стал прям вот так вот. Всё. А я вообще слышал, что они в принципе никак в фильмах забивают, а лучше так не делать. Или это не всё оружие этого боится? Да ну, почему можно быстро сделать это всё? Потому что заторный стоит. То есть, фина затор упалёт? Да. То есть, это разные пистолеты. То есть, скажем, блоки, часеты, они на это не так надеются. Викинг, почему-то, когда сильно, слишком вёшь, всё, затвор срывается, затворные задержки, и у тебя перекурка ещё. Просто практика может быть разными. Скажем, на Макарова, когда на ежах нас приезжают. Такое редкое время. А что по поводу участвовавшего в введении и снятия спусковой полосы? Действительно, это как-то портит систему? Это, естественно, это портит. Любое механическое действие, оно портит. Оно, ну, это базовый навык пирка. Оно вырабатывается только многократно, как многочитаемых лошингов. Потому что большая часть начинающего, особенно, стрелка, она состоит только из площади. Когда стрелок уже достигает уровня, когда что-то у меня базовый навык, чисто такой идеальный, тогда мы можем уже, все равно люди приходят, стрелки, которые говорили, первые места и еще ждут. Вначале чуть-чуть, но по холосту. Все равно нужно понимать. Воспринятить себя в мозгу, вспомнить все и пошел дальше работать. Спасибо вам большое. Было очень интересно. Спасибо, да? Спасибо.